Девушки отдыхают Да полный комплект Сейчас вылечим тебя, малыш Ну а как ты вообще? Как дела? Ну окей, потом договорим Получил заказ от нового фиксера Его зовут Декстер Дэшон А, знаю он из посмертия Нечего сказать, растешь Типа того Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее Я слышал кое-что Про этого Декса Он только с виду спокойный дядя Мне нужен набор Как у взрослых, Вик Хочу прокачать оптику и поставить захват Да ладно Неужели? Наконец-то Вик, у меня новая жизнь Кто получает работу от Декса Дэшона Тот переходит в высшую лигу Старая техника не потянет Ага, само собой Ха-ха Ты молодец Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик Я тебе все верну С процентами, как всегда Последний раз, слышишь? Давай в кресло Садись, расслабляйся Оптика, Кироши Лучшее, что у меня есть И как раз для такого случая Подключайся Кироши? Вик, у них же лучшая оптика Ну, а что? Мы себя тоже не на помойке нашли Я сказал, что заплачу Но на такую технику у меня вряд ли хватит Да ладно, придумаем что-нибудь Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым И с деньгами Ты давай выбирай А я пока посмотрю, что там с тобой Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно! Ха-ха-ха! Супер! Теперь сканер! Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получиться. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Хе-хе-хе. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Там еще этот нейровирус. С последней работы проверишь? Я уже проверил и удалил, когда ставил тебе имплант. Нет. Заодно слегка почистил твой софт. Считай официальная проверка антивирусом. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Хе-хе-хе. Иди, Мак. Покажи там всем. Только старика не забывай, когда выйдешь там в свою высшую лигу. Покажи там всем. И вообще всего красного. Ваши правители, ваши лидеры, ребята, келать и могущество. Не забывай заботиться о своей ауре. Каждый день ее поглаживай. Не смейся. Крепки войны. Это очень важно. Нужно, чтобы руки были чистыми, и движения, чтобы шли вдоль нитей света. Тогда они становятся крепкими и упругими. Упругими. Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебе кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Громши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет. Хочу тебе кое-что подложить. Дело довольно деликатное. Последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вывлечь. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Раз уж глаза их так выдают. Почему они не вставят себе оптику? Ну или хотя бы линзы? Если бы это было так просто. Они же рептилоиды. Человеческая кабернетика несовместима с их нервной системой. А почему не заставить риперов сделать подходящие импланты? А может, они уже так и сделали. И вы спросите, откуда лезет вся эта мерзость? Ну, сам говоришь, из Антарктиды. Сегодня они скрываются среди льдов и снегов Южного полюса. И уже очень скоро отберут у нас звание венцотворения. Они возникли миллионы лет назад. Превратились из динозавров в первую разумную расу Земли. А кто были их создателями? Их господами! Ученые с Альфа Центавра! Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам. Твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Скромное? Это я могу. Только не трать все сразу. Спасибо. На день или два мне этого хватит. Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да узрит. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... И отдать Богу душу еще до тридцати. Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Погоди. Дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Джекстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще два года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тебак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Меридит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот, Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? М-м-м. До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот. Военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. Попрошайка. А, да, слышал. Ройс устроил блику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. А, не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А ты что будешь делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С Мальстремовцев или с Паркер? Я бы сначала встретился с Паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орели. Тогда я поеду к Олфудс и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Паркер потребовала тебя. Надежда. Весен. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Надеюсь, это глибки. Кто плохо спрятался, я не виноват. Я найду, это вопрос времени. Кто плохо спрятался? Че происходит-то? А? 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 Продолжение следует...